Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала «РН» продолжает новости Анапы-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Парки и скверы под государственную защиту. Ура! Новые спортивные площадки. Все на выборы. 13 сентября – единый день голосования. И сейчас обо всем подробнее. Защитить парки, скверы от попыток захвата коммерсантами можно, если придать им статус особо охраняемых территорий. Проработать вопрос, исполняющий обязанности губернатора Кубани Вениамин Кондратьев, поручил главному архитектору края. В Анапе, где за каждый зеленый уголок приходится бороться, инициативу полностью поддерживают. В Анапе, где каждый зеленый уголок приходится буквально отвоевывать. У застройщиков предложение взять под охрану скверы появилось не вчера. Ранее по поручению Сергея Павловича Сергеева мы провели анализ зеленых территорий, крупных зеленых территорий нашего муниципального образования. И опять-таки по его поручению мы выступили с инициативой в адрес Министерства природных ресурсов Краснодарского края о включении ряда парков в границы особо охраняемых природных территорий. Это такие парки, как Ореховая роща, это парк, так называемый детский парк, расположенный в районе улицы Северной. Это парк в станице Гостогаевской, в котором у нас проходит мероприятие киношок. Это сквер Гудовича, расположенный от улицы Ленина до Маяка. И это часть парка 30-летия Победы в районе Турецких ворот. Список будет пополняться. Глава города настаивает. Торговли на курорте более чем достаточно. Людям для полноценного отдыха нужны скверы и прогулочные зоны. И не только в курортной части. По обращениям жителей мы рассматриваем парк, находящийся в селе Супсех, в районе улицы Горького. Сейчас эта территория представляет собой территорию, заросшую сорной растительностью. Силами сельской администрации там производится покос травы. Но на перспективу мы хотим там сделать большой крупный парк. Территория там довольно-таки большая. Также проанализируем территорию в микрорайонах наших существующих. И плюс строящиеся многоквартирные дома в обязательном порядке. Вокруг своей территории будет выполняться благоустройство с устройством зеленых насаждений, кустов, цветников и прогулочных дорожек. За последние годы Анапа только прибавляет уютными местечками для отдыха. Устаревшие, пришедшие в упадок, скверы реконструируют. Район пятой школы тому пример. Лучше, конечно, облагородили, скамеечки поставили, тротуарчики. Тут вообще ужасно было. Сейчас хорошо сделали. Ну, вообще, Анапа, зеленый город, хороший. А вообще, сквер лишний никогда не будет. Позиция главы курорта Сергея Сергеева. В каждом жилом комплексе Анапы должна быть спортивная и игровая площадки. И место для отдыха. Продолжение темы. Участок на улице Астраханской совсем скоро пополнит большой список вновь созданных в городе скверов и зеленых зон. Благоустройство участка на Астраханской продолжается. Будущий сквер приобретает реальные очертания. Ну, здесь будут дорожки, тротуары с приточным покрытием. Потом установлены малые архитектурные формы, комплекты, лавочек. Также вот сейчас проводят работы по монтажу опор освещения. Будут установлены опоры освещения. Ну, и по системе автоматического полива еще. То есть, она уже, в принципе, разложена. В понедельник, вторник где-то будут пусконаладочные работы предварительные проводить. От дороги сквер скроет живоизгородь. Движение автомобилей в этом районе интенсивное. Поэтому кустарник оградит зеленый уголок от выхлопных газов и шума. Липы, платаны, клены, акации и голубая ель. Чем больше зелени, тем чище воздух и красивее. Был снят непригодный грунт, бетон, остатки былой стройки. Все это дело было утилизировано на свалку и залезен, как видите, чернозем. На данной территории проведена работа по укладке поливочного водопровода. То есть проблем с поливом здесь вообще не будет. Будет посеян газон на площади 1200 квадратных метров. Высажено порядка 45 лиственных деревьев. Доминантно на этой территории будет солитер в виде ели колючей. Также розарий средних количеств тысяч штук. И высажены живоизгороди из кустарников. Элементами благоустройства здесь будут также фишками 4 декоративных группы из хвойных растений. То есть здесь должно быть уютно и красиво, хорошо. В Анапе появится еще одно живописное место отдыха. Работа идет оперативно, чтобы больше никто и не пытался изуродовать территорию незаконной торговлей. Тяга к здоровому образу жизни, к спорту и культурному проведению досуга сегодня в тренде. Жители 12 микрорайона давно мечтали о спортивных сооружениях во дворе. Утро для жителей микрорайона началось с сюрпризом. В июле этого года координаторы органов территории, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...